Я так понимаю, появилось семейство и владелец данного Мерседеса, пришел с женой с детьми. Подходить не буду, нагнетать обстановку, спрашивать. Что вас подвигло припарковаться на тротуаре, будет, естественно, отмазка. Сделайте нам парковки, парковки через дорогу были заняты, а что вам мешает машина, ну и все в этом роде. Человек избегает штрафного протокола, полицию вызвал больше получаса назад. Вызвал и на те три машины, которые через дорогу припаркованы на газоне, так же самое и на эту машину, в Мерседес. Вот такие вот дела. Вот какой пример они будут подавать своим детям подрастающим. Что парковаться на тротуаре можно. Ну, чтоб сейчас полиция подъехала и штраф им оформила. Вот было бы хорошо. Ну, увы. Дети, естественно, не имеют детских кресел, а у нас полиция за перевозку несовершеннолетних детей штрафует. Что очень плохо. Какой-то долбанат засмотрится в телефон или будет бухой ехать. Врежется в данный Мерседес. Ну и в первую очередь пострадают дети, которые не пристегнуты к детскому креслу. Потому что у нас, согласно закону, дети до 12 лет должны перевозиться в специальных креслах. Ну, у данного Мерседеса этих кресел я не наблюдал. Мать взяла детей на руки и села сзади. Ну, вот так вот у нас аккуратно уничтожается тротуар. Им еще надо постоять на полосе движения. Поговорить. А, ой, еще садятся туда с детьми. Просто вообще фантастика. Четыре несовершеннолетних. Вот еще несовершеннолетний ребенок на переднее сиденье садится к пассажиру. Вот просто я в шоке. Это родители года. Вот это видео я передам сотрудникам полиции обязательно. Как же у нас перевозят детей? А у нас недавно в ДТП погиб ребенок. Ну, ничего страшного, не смущает. Оп, надо пристегнуться. А может и не надо. А, то есть ребенка мы не пристегиваем. То есть взрослый сам себя пристегнул, но ребенка нет. Ну, потому что неудобно будет пристегнутым с ребенком сидеть. Вот просто уникальное семейство. Это родители года.